Слушайте, давайте мы немножко в Киев вернемся. Давайте. Значит, вы в Киеве, вы музыкант по образованию. Да. Глиера закончили? Глиера, дирижер, хормейстер. Так вы, наверное, на разных инструментах можете играть? Ну, в основном на фортепиано. В основном на фортепиано. То есть вы хормеируете? Да. А сами тоже поете? Ну, вот так получилось, что, в общем-то, я и работала только певицей и творчницей. И вот был Укрконцерт, и был Росконцерт, и Госконцерт, и Союзконцерт. Слушайте, вы, наверное, классно, частушки могли бы спеть. Такие ваши частушки. А то я вот... Я их очень люблю. Я вот тут какие-то частушки спел. Я частушки поюхрелись. Да, и мне там говорят, ой, как бы частушки. Мне неудобно, потому что я пойму, что у меня ни слух, ни голоса нет. Нет, нет, есть слух. Есть слух, вы поете чисто. Я? Да. Ну, это просто произведение несложное. Знаете, там частушки-то, я легко спеть. Ну, хорошо, то есть... Так, а вас не тянет тут какой-нибудь хор там? Я здесь записала несколько CD своих. Я сама пишу музыку. То есть музыка продолжается, она никуда не уезжает от меня. О, как интересно. Я выступаю на всяких партийс. Вот сейчас я буду работать Новый год. У нас будет такой русский Новый год. Там собираются русскоязычные. Мы, не знаю, 100-200 человек. И я там буду петь обязательно. А какой у вас репертуар? Ну, у меня очень большой репертуар. Я пою и современные, скажем так, pub songs. Американские? И американские. И русские, и украинские, и итальянские, и испанские. То есть вы, как бы сказать, там, мурку. Можете мурку? Можно и мурку спеть. Я не великий любитель шансона, но мурка – это классика. Я к ней отношусь с уважением. Если красиво ее аранжировать, то, ну, война. Ее всегда все просят. То есть у вас не ресторан, не репертуар такой более? И ресторанный, и не ресторанный, и романсы, и все что угодно. Я-то помню, знаете, у меня, в связи вообще, где я учился, там было много людей, которые музицировали. Причем некоторые потом бросали, уходили в профессиональную музыку. Некоторые, ну, так, скажем, полупрофессиональную по ресторанам, там, вот, по таким вот. И у нас был один парень знакомый, не знаю, он сейчас, наверное, тоже уехал. И он был очень богатый, потому что он, ну, пару лет поучился, ушел. Купил себе белый билет, чтобы в армию не брали. И уже только в ресторанах пел. Играл, точнее, не столько пел. И как-то раз они меня там затащили, тоже послушать, в Измайлово, в комплексе. И, значит, они там за, по-моему, 25 рублей, там дают 25 рублей. И говорят, спой там про Баку, спой там про Одессу, там еще что-то. Вот, или там купите, там купите коевчин, коевчин, папиросы. Вот они, это был как бы запрещенный репертуар. Значит, они вот это пели. А еще они пели частушки такие, я бы сказал, с эмигрантским таким настроением. Ну, то, что за деньги, это как бы не одобрялось. Вот там типа, знаете, что, там, ехал Ваня на Урал, в Калифорнию попал. Вот какой рассеянный зять Цили Моисеев. Чеснушек я не пела. Да, да. Ну, а в ресторане, знаете, как-то попроще. Ну, да, в ресторане там все, что угодно могло быть, конечно. Хорошо, то есть, музыка как бы не покидает. Нет, абсолютно нет. Куда? Это в крови. А вот какие-то там ваши подельщики по институту, там, музыканты, они где-то есть вокруг? Или они в Киеве? Или куда они взялись? Да, они в Нью-Йорке, они в Чикаго. Кстати, очень много музыкантов уехало. И к нам даже приезжал сюда, в Портланд, гитарист, с которым я работала. Он сейчас с какими-то там цыганским коллективом. Они играют полуиспанскую, полуциганскую музыку, очень профессионально, на двух гитарах. И он приезжал сюда, и потом он вытянул меня на сцену и сказал, вот, давай, я пела на плохом цыганском языке. Слушай, а там, ах, ручеёк-то, ручеёк, там, брала водичку на чаёк, рамалы, так-да-да-да-да-да-да-да. Хорошо, значит, такой вопрос. Вот часто очень спрашивают люди, которые музыканты профессиональные, они там музыканты, и они спрашивают, вот если я профессиональный музыкант, ну, какой-то, такой-сякой, там, и дирижёры есть, и разные. И говорят, вот приехал я в Америку, я могу продолжить, то есть они в состоянии заработать на жизнь? Я знаю музыкантов, которые очень хотели преподавать. Я не сильный любитель был преподавать музыку, мне почему-то понравилось преподавать английский больше. Чё-то у меня такой фан. Да, а вот музыку преподавать я здесь не хотела. Я и там её не преподавала, если честно. Она была как педпрактика, только когда я была студентка, и потом я была только на сцене. То есть в Орегоне есть спрос? У нас на учителей музыки, они зарабатывают неплохие деньги. Фортепиано, скрипка, что-то? Да, всё, что угодно. И у меня была coworker, с которой я работала, и у неё был свой бизнес. И потом она, в конце концов, бизнес так вырос, что она ушла из социал-сервиса, и теперь она только фул-тайм учитель. У нас-то тут вообще спрос чудовищный, потому что и китайцы, и индусы. Да, кстати, вот это... Корейцы, они помешаны совершенно на русской школе. Да, да. У нас много есть русских музыкальных школ, они начались как бы при церквях русских, потому что у нас очень большая популяция евангеликал крещенц. То есть там и баптисты, и адвентисты, и пятидесятники, и очень... Они друг с другом не ссорятся там? Нет, в общем-то нет, они мирно живут. И у них довольно мощная, видимо, финансовая база, они открыли много музыкальных школ, и там работают люди. И я туда направляла своих клиентов. На работу? На работу, конечно, и они шли... А вот кроме преподавания, вот именно вот, чтобы играть? Чтобы играть, ну, я работала одно время со скрипачом, который был в Минском государственном оркестре, и он был уже в преклонном возрасте. Его взяли в нашу Портланд опера, в Портланд симфонии. То есть, я не могу сказать, что он был в одном месте, знаете, классические музыканты, они должны иметь несколько разных организаций, где они будут по чуть-чуть работать. Там, может быть, не будет фултайм в одной организации. То есть, и бенефитов нету, и... А что-то там, у него какие-то были пэкаджи, и у них есть там ассоциация, естественно, музыкантов. Профессиональная? Да, профессиональная. А вот там уже можно и медицинную. Там уже есть всякие бенефиты. Но он был задействован, если бы он хотел работать 24 часа скрипачом, он бы имел. Столько было... Они, по идее, не могут зарабатывать, да? Очень не могут. Если это уже в оркестре, в каком-то... Плюс, когда собирается опера, опера же не собирается каждый день, там, допустим. Она собирается раз в несколько лет, там, какая-то сборная опера, на которую приглашают гастролёров. И тогда собирают местных музыкантов, и они садятся на репетиционный период, потом идёт выступление вот какое-то время, сколько идёт... Но всё-таки английский они должны понимать. Ну, конечно, они должны знать терминологию. Я, кстати, музыкальную терминологию знаю очень плохо, потому что я начала с того, что начала учить компьютеры, кибординг, и всё в колледже. И я выбрала себе, кстати, первая карьера, когда я брала английский язык, они спросили, куда ты хочешь идти. Я пошла в бизнес-технологи, и мне страшно это понравилось. Неплохо, конечно, конечно. И я начала хватать все эти Microsoft Office и кибординг, и потом Access Database. Я думаю, вам сейчас это полезно. Вау, это было здорово. Я сейчас работаю с такими State Complex Databases, где мы всё время апдейт информацию и кодируем там почти... Слушайте, штат, вообще государство в целом компьютеризируется неплохо, правда? Очень неплохо. Вот 10 лет назад, например, они там, я не знаю, одним пальцем там где-то такими ковырели, а сейчас уже такая серьёзная компьютеризация идёт. У нас всё время апдейты, апдейты, меняют и улучшают. Ну, здорово у нас в этом плане. И, конечно, надо всё это знать, и всё пригодится. Я не верю в то, что человек говорит, что вот я там был в такой специальности, я приехал сюда, и оно мне не пригодилось. Мне пригодилось всё. Мне страшно пригодилось, что я стояла на сцене. И я не боюсь ни какой сцены, ни какого зала. Когда надо было делать презентейшнс... А первый раз-то страшно было как, да? Когда? Когда первый раз на сцене, да. Когда ещё, когда я там вышла на сцену. Первый раз выходишь, трясуешься. Наверное. Ну, я пела, может быть, там с 4 или с 5 лет, поэтому это... Ага, привычно. Слушайте, вот вы 20, сколько там, 3 года назад уехали из Киева. Я хорошо так представляю, 91-й там год, да? Ноябрь 91-й, 11-й ноября. Хорошее было время уезжать. Так, 93-го, это уже через 2 года после ГКЧП и всех этих дел. Так уже самостийная была. Не-не-не, я уехала 91-м. Первым? Я ещё уехала с советским паспортом. А, в 90-м? Подожди, вы уехали сразу после ГКЧП, вы уехали? После ГКЧП, но перед развалом. Окей, то есть вы были в подаче, когда был ГКЧП, вы сидели там несколько дней и думали... Ну, танки шли по Чайковскому, а мы стояли возле американского посольства. А, мы были в Москве, я понял, понял. Да, мы там как раз были в Москве, когда всё это запрутилось, завертелось. Ну, хорошее, интересно было время заходить. О, да. Есть что вспомнить. А вы как раз, да, враги народа. Значит, вот то, что сейчас происходит там, да? Значит, оно вас как-то цепляет или уже так давно и далеко, что как бы... Очень мало, честно, очень мало. Во-первых, у меня осталось очень мало людей, которым я могу туда позвонить. Это какие-то, может быть, одноклассники и очень-очень дальние родня. И то я не уверена, что это даже родственники, по-моему, это просто очень знакомые старые. Пока были живы родители, конечно, они больше общались, потому что там было больше милейских людей. А все почти родственники здесь, то есть и моя родная сестра, и двоюродный брат, и его семья, и его родители. То есть как бы связи оборвались. Все здесь, все здесь. И связи оборвались, и я даже заметила, я не знаю, со всеми это, либо это чисто моё субъективное, что даже старые друзья, которых я очень люблю до сих пор, но когда мы разговариваем по телефону, я чувствую, что мы не на same page, мы не... Разные люди. У нас разные интересы, вы понимаете? Меня очень мало интересуют эти политические распри, и всё, что происходит, и кто там чего украл, и так далее, и тому подобное. Я говорю, мы здесь немножко по-другому живём, мы не сильно лезем здесь в политику. Там мы были настолько политизированы, наши кухонные посиделки, это была политика, 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 и всё время голос Америки, и свобода, и мы это обсуждали. Я не представляла тогда не обсуждать это. Слушайте, постойте, возвращаясь в то время, вы были выездная, вы могли бы поехать на границу? Да. Я работала перед эмиграцией пару лет в Болгарии, у нас там была большая шоу-программа, и потом в Индрии. То есть вам не мешало ничего, или это было сложно? Это было сложно, это было непросто, но были у нас вот такие возможности выезжать, по крайней мере, в Истерн-Ероп. Конечно, в Вестерн-Ероп тогда никакой возможности. Не возможно, конечно. Америка вообще была другая планета. Да. Но я не знаю, помните ли вы где-то в 70-е, 80-е годы, когда в 70-е годы уехала большая волна людей. Ой, я помню, особенно в Киеве, как это в Киеве было, я помню. Как мы ходили на вокзал. Мы ходили на вокзал провожать людей, которых мы не знали. На ЧОП, да. Мы абсолютно не знали, кто такие, но кто-то бросал кличи, говорил, сегодня мы провожаем семью, они уезжают с Киевского вокзала. В такое-то время мы все собираем, мы обнимались с ними, мы им давали записочки наши адреса. Оркестрики там эти со скрипочками там играли. Но дело не в этом. Мы хотели держать какой-то контакт, но нам хотелось, чтобы потом прочитать письмо. Так вот, потом приходило письмо из Америки, и опять всех созванивали, и мы садились где-то на кухнях, и читка письма была. Я помню эти письма, затертые, зачитанные. Затертые, зачитанные. И вот так собиралась потихоньку информация об Америке, непредвзятая, такая, от живых людей, которые здесь жили. Вот то, что я сейчас делаю, вот вас опрашивают. Да, я это очень люблю, потому что мне это здорово помогло. Я приехала сюда без иллюзий, каких-то того, что деньги валяются, и надо их только подбирать. А у меня не было иллюзий, что я здесь сразу вот так моментально пойду на сцену и начну здесь прям зарабатывать гастрольные деньги. Хотя, буквально, я начала петь здесь через неделю. Уже у меня был спонсор такой, дедушка, он был третье поколение с Украины. Так перед кем пели? И он привел меня в какой-то очень дорогой ресторан, и он сказал, вот она певица, она у вас будет петь, давай сиди, сыграй, пой. Ну, и поставили рояль вперед. Ну, то есть народ как бы нормально отнесся. Абсолютно. Но зарабатывать этим было невозможно. Это были разовые акции, это было сегодня есть, завтра нет. И очень много волонтерно пела, просто приглашали, шла и пела. То есть это все делается. Если бы я хотела здесь зарабатывать как певица, очень легко. Надо было выучить американский репертуар и ехать туда, где происходит аудишн. И там, где самые знаменитые музыканты берут себе бэк-вокалс и так далее, и тому подобное. То есть делается все. И валят ездить по гастролям по всей Америке. Ну, это жизнь собачья. Это ужасная жизнь, мне ее хватило. Пока это 20 лет, это очень фан большой. Потом мне надо было уже, чтобы мы осели как-то, и дочка, чтобы пошла нормально учиться. А вот такой гастролирующий певец, певица, они в состоянии семью создать, вот там, например, в СССР, когда вы живете? Ну, конечно, мы все же жили. Я ездила, мой муж был музыкальный директор и наш основной киберплеер. А то есть вы вместе были? Мы вместе были, мы ездили вместе, мы малую с собой возили, она у нас пела. Да. А сейчас где малая? Малая уже 32 года, и она уже сейчас учится, она работает, у нас есть система Providence Health, она там administrative, no, это hospital. И она там в офисе, она administrative assistant, там где triage nurses, она screening calls и все такое. И она хочет быть somnographer или ultrasound technician, вот ей это страшно. Нравится ультразвук. А чего она вот раньше не училась? Она раньше училась, она была, как это называется, elementary school teacher, и она работала в системе Montessori, Peuge, вот эти alternative schools. Они дали ей тренинг, который equivalent, как бы, я знаю, суши, дегреты. Да-да, хорошо. Но я никогда не хотела ее заставлять ничего. Я очень счастлива со своим ребенком, я считаю, что она у меня умница. То есть она еще как бы ищет, немножко продолжает себя искать. Да, и все, она уже знает, что она хочет, я happy, и она теперь идет и берет, выручится. Давайте, раз о детях речь зашла, вот такую тему, вот дети эмиграции. Потому что есть много ситуаций, когда мы видим, что ребенок, который, казалось бы, например, если бы родители никуда не снимались, казалось бы, вот там дома, он был бы там, я не знаю, там, профессором, а здесь он там на наркотиках. Или там, мы видим, что вот наши дети, которые не должны были бы вот этой дряни здесь набраться, они ее набрались. Временами, да, мы это видим. Вот что вы скажете в целом? Я считаю так. Опять-таки, мое субъективное личное мнение, и люди могут не согласиться с этим. Меня очень всегда удивляло, когда я слышала от семьи эмигрантов, что мой ребенок в школе, там, такие тупые учителя, там, это нельзя сравнить с русской школой, никто ничего не требует, и ему скучно, он не хочет учиться, поэтому он двоечник, поэтому он пропускает. Люди систему не понимают. Да, и я говорю, что если так ему легко в этой школе, почему он не суперотличник? У меня очень простой вопрос. Если так все легко, почему он не перескакивает и не набирает больше кредит, и не готовится идти потом в университет, потому что здесь очень хороший отбор на gifted children. Здесь очень их ищут везде. И я это знаю очень хорошо, я с этим сталкивалась неоднократно. Поэтому, когда я слышу такие речи, я в это не верю просто. Я знаю, что в школах есть проблемы, и их немало, но я также вижу людей, которые выучились и прекрасно пошли дальше, и в университеты, и сделали карьеру, и так далее. Если человек ищет экскьюз, потому что у него в семье не все благополучно, и наркотики могут появиться откуда угодно, желающие их найти, найдут. Иммигранты. Они там впахивают, им нужно купить квартирку, домик, таунхаузик, они пашут. У них меньше времени на этих детей. Больше того, дети на них смотрят, сравнивают их с другими детьми, с другими родителями. И говорят, родители-то у меня так себе родители. То есть там он был главный инженер, главный электрик на заводе, а здесь он... Ребенок смотрит, например, своих родителей. Будет ли он уважать родителей, которые сидят на Вэлфере? Я не знаю. Не будет. Это очень страшно. Когда дети говорят, кем работает мама-папа, и если мама-папа сидит на Вэлфере, этот ребенок очень страдает. Ну, это если они много лет в стране, если он там первый год, так может ничего. Ну, первый год, бог с ним, но дальше потом... Как образ жизни, как бы. Как образ жизни. Это очень стыдно. Если ребенок знает, что мама-папа учит английский язык, и рвется, и делает карьеру, и идет вперед, даже если проходит через какие-то степ-стон-джабс, да, может быть, это не самая большая карьера для начала будет, но это будет что-то, но есть свет в тоннеле, правильно? Вектор родителей. То есть, куда идти, и этот ребенок видит, какие наркотики. Это самое лучшее воспитание, когда ребенок видит, что родители и учатся, и работают.